МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наше очередное приключение начинается в Абазе, и оно обещает быть очень экстремальным, поскольку несколько раз в год местные энтузиасты разбивают Чалп-лагерь на горе за моей спиной. А это крутые спуски на веревках, прыжки и троллеи. В общем, страшно, но очень интересно. От Абакана до Абазы мы добрались за 2 часа 20 минут. Путь хоть и не близкий, но довольно живописный. Мы уже подъехали, добрались до подножия Чалпана. Сейчас предстоит довольно сложный подъем. По пути нас должны встретить девушки. Идем к ним навстречу. Гора Чалпан – это визитная карточка Абазы. В прошлом году мы уже рассказывали об этих скалах в одном из наших выпусков. Так что в этот раз заострять внимание на самой вершине не будем. А расскажем вам о местном клубе путешественников, который организовывает на горах временный экстрим-парк под названием Чалп-лагерь. А вот и наше сопровождение из-за поворота показалось. Насколько быстро спускаться, насколько сложно подниматься? Ну, подниматься – это всегда куда сложнее. А спуск минут 20 занимает. Подъем минут 40 точно. То есть, ну, можно сейчас набор высоты. Ну, все, тогда выдвигаемся. Пойдем по чуть-чуть. Вперед, только вперед. Поскольку на дворе весна, то тропинку и перелегающую территорию заранее обработали от клещей. А вот отклоняться от маршрута не следует. А много туристов приезжает вообще в Чалп-лагерь из других городов? И, ну, поток есть какой-то? Ну, да, он пользуется спросом. То есть, приезжают и с Абакана. Ага. Ну, также бывало, что приезжали из Красноярска даже. Тропинка крутая, и периодически мы делаем остановки для того, чтобы отдышаться. На середине нашего маршрута виднеется один из временных аттракционов – качели. Веревка натягивается с помощью пружинки. Любители экстрима запускают в небо. Выглядит страшно, но там есть и более спокойные развлечения, на которые я заранее настроилась. А значит, продолжаем подъем. Девочки-спортсменки, комсомолки, им подъемы даются легко подобные. Еще и меня ждать на остановках приходится. Я тащусь в хвосте, устала. Ну, подъем такой крутой, но, в принципе, его быстро проходишь все равно. До вершины еще не дошли, а виды уже красивые. Горы усыпаны цветами, виднеется и часть абазы. Между тем доходим до чалп-лагеря. Здесь царит походная атмосфера – палатки, кострищи и даже песни под гитару. Да есть виды шут, но в душе король, и никто, как я, не может. По правилам поведения в лагере все просто. Не мусорить, бранными словами не ругаться и, конечно же, захватить с собой воду. Тут скважины нет, ничего нет. Это, да, очень тяжело, когда люди приходят и нет у них с собой воды. А если пройти чуть за лагерь, то можно увидеть, как уже отцветает багульник и обнаружить среди кустов скрытую тропинку, которая ведет к красивой смотровой площадке. Но прогулки прогулками, а цель у нас в этот раз немного другая. Так что возвращаемся в лагерь. Снаряжение на мне закрепляет Анастасия, которая будет меня сопровождать. Вот лучше бы, наверное, может, мы просто других подснимем, а? Как другие что-то там делаются. А я просто природой подошла. Все готово, а теперь надо выбрать, по какому маршруту будем спускаться. Трассы здесь разные. Есть для новичков, любителей и профессионалов. Можно как и спуститься, так и подняться наверх. Так как я твердо решила прокатиться на зип-лайне, который натянут между двух вершин, то и маршрут выбрала такой, чтобы можно было до туда добраться. В прошлом выпуске про Челпан я уже спускалась по этой скале, и поэтому трудности она не должна вызвать. Это я уже делала. Мне там не уже не страшно. К ноги берешь пошире надо, да, как-то? Вот так вот. В этот раз спускаемся на так называемой решетке. Она немного труднее в плане перестежки, но руки довольно быстро адаптируются и перебирают спусковое устройство. Зачем я сюда посмотрела? Короче, вниз смотреть не надо. Я вот сейчас посмотрела, мне не понравилось. А вот и земля. С такой моральной поддержкой от Насти спуститься было несложно. Прежде чем забраться на гору, решаем поговорить с главным организатором экстремального веселья. У нас задумок все больше, 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 поэтому снаряжение надо также больше, веревок больше. Ну и, соответственно, мы краеугольным камнем ставим безопасность. На каждом маршруте свой инструктор, да? Да, то есть каждому человеку выделяется инструктор. Ну, если маршрут несложный, то одному могут двоих дать. Вот, если человек опытный, он сам без инструктора может пройти. И, конечно, понаблюдать, как людей запускают в небо на так называемых качелях. Давай немножко с откачки, да? Где лучшие тусовки? У нас в клубе. А-а-а! Господи! Жизнь какая! В течение нескольких минут ребята раскачиваются над лесом и горами, а затем их аккуратно спускают на землю. Также у нас вот новинка. Это прыжковая веревка. То есть здесь не чистый такой роупджампинг. То есть у тебя свободного падения нет практически. А это маятник. Но маятник тоже бодрый. То есть тебя натягивают, и ты не вниз летишь, а тебя сначала вверх отстреливает, а потом ты по дуге. Ну, наверное, это самое страшное. Ну, по ощущениям, да. Мне с моим весом делать это пока страшно. А значит, есть повод схуднуть и приехать еще раз. А вот для храброй Марины это весело. Она намерена опробовать качели уже второй раз. Кстати, во время крепления инструктор пытается отвлекать смельчаков шутками. Где у нас один раз Миша? Мы его запустили. Получилось Миша мимо. Это считается уже более веселым запуском. Ведь веревку будут перерезать ножом. Так, веревочку эту убираем, не держимся. Да, еще половина. Тебя немножко развернет. Может даже чуть боком вот так встать. Ну, пока вот так, да. Ручки сюда. Сейчас я резервный спуск спускаю аккуратно. Все. Вау, одна такая ниточка осталась. Убожечки. Теперь приступаем. Можешь немножко подкачаться, можешь не подкачаться. Можешь, держим. Держим. Еще даже держим. Господи. В общем, на такую качельку я пока не решилась. Выглядит очень жутко. Будем спускаться на троллее сейчас. Там тоже страшно, потому что это трасса натянута между двух гор. Придется немножко полетать, так сказать. Ну, туда еще тоже надо добраться. Подъем вот такой вот крутой. Это как раз основной массив большого челпана. Его зеркало основное. На эту горочку приходится карабкаться, то цепляясь за камни, то за корни деревьев. Для удобства тропинку промаркировали лентой. А вот и она, вершина. С нее открывается вид на большую часть обозы. А теперь вперед, за адреналином. Страшного ничего в этом нет. Для вас страшного ничего здесь нет. Для меня это капец. Чем больше понимаешь, на что подписался, тем страшнее становится. Мать честная. Я тут на древней полетел. Самое сложное – это довериться страховке и просто повиснуть. Мамочка родная. Нет, конечно, тут можно быть готова. Три, два, один. Полетела. Люди какие-то люди. Ужасно. Страшно. У меня все еще ножки трясутся. Ну, адреналин прям вообще. На самом деле, я даже, по-моему, вначале глаза закрыла, потому что очень страшно. Еще очень круто, что когда я покатилась, меня спиной развернуло. Я, в принципе, не видела, куда я еду. Поэтому мне сильно страшно было за счет того, что спиной как-то более-менее. Такое, катишься, ничего не видишь. Кроме того, мне разрешили самостоятельно добраться до середины троллей и просто повисеть над пропастью. Так смотришь невысоко. Да, я уже поняла, мне уже парочку раз перелетело. Вау, жестко. Аж голова крыжется, когда вы не смотришь. Фух. Все, я, наверное, домой. На этом наши приключения на Челпане заканчиваются. Поскольку такой экстрим здесь проводят два раза в год, то на осень организаторы планируют еще парочку сюрпризов. Так что мы обязательно вернемся на эту гору, как минимум, для того, чтобы покорить действительно крылатые качели и опробовать уже более сложный спуск. КОНЕЦ КОНЕЦ